Порта Олимпия 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 А вот еще одно дизайнерское решение Субтитры создавал DimaTorzok Далеко? Далеко? Страшненько? А Илюха смотри наш герой Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Кампи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот мы сейчас зашли в торговый центр который находится рядом с церковью Кампи он также и называется Кампи и решили зайти в Бургер Кинг перекусить немножко подкрепиться, купили себе 4 бургера по 2 евро согласили 8 евро ждем когда нам их приготовят Двойной чейсбургер Лаура, ты так кушать захотела? Очень Холодно, правда сегодня как-то? А здесь тепленько А здесь так тепленько Что рядом с севером находится? А Хельсинки рядом с севером Северной полюсом Северной полюсом Официровалась Руки перед едой Вот наши бургеры прибыли Наша мама пришла Нам нямку принесла Ага, распечатываем и смотрим Это ничего особенного не будет Ну да, но для Финляндии 2 евро это Это не о чем Ну детишки, показывай Лаура Ой, какая таблетка Какая таблетка? Ой, там у тебя таблетки Он поэтому и забыл Ну хорошо Ну что, приятного аппетита? Спасибо Ежик, приятного Ну что, мы продолжаем наше гастрономическое путешествие Мы поднялись наверх и решили, что хотим кофе И зашли вот в такой большущий кафе, который называется Espresso House О какой Да Заказали Espresso двойной мальчики у меня пьют, а я капучино А я ничего А Лаура ничего Здесь такой кофейный у нас Это больше кофейный, да Такой Заплатили мы за это 10.50 Это так, для сравнения цены Очень уютная обстановка, здесь везде подушечки, диванчики Угу Ну да Сейчас заценим, как это кофе Ну что, мы подкрепились, попили кофейку, вышли на улицу, погуляли Теперь решили прикупиться, чтобы поужинать Уже на порту корабля Угу Зайдем в Lidl Ну, надеюсь, там на полках что-нибудь осталось Неудачно приехали Ну ничего, что-нибудь для себя найдем Мы всегда найдем Да, у нас еще куконы есть Мы их не используем Ой-ой, но это на корабле Пошли Да, мы на корабле что-нибудь придумаем Не спускаемся Ну что, а сейчас мы проходили мимо Увидится такое время Тут лед И под ледом сикает вода Сочится вода по скале О, как Так красиво Как будто мальки маленькие Мальки 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 Вообще забавно, интересно вот такая вот Ой, как мы хорошо и долго погуляли сегодня Вернулись на наш порт вон Наш красот стоит Да, вот она Симфони Удачно, удачно Не удалось нам, конечно Сходить в церковь Закрыто Вообще Много чего закрыто Даже магазины Некоторые Но заглянули в один секонд-хенд И вернулись с покупкой Да то что, да Да Потом покажу Расскажу Ну, пошли Мы возвращаемся на симфонию Да До свидания Хельсон До свидания Хельсон До свидания Хельсон Мы немножко партизаним Пока никого не на корабле Хотим показать Как выглядит каюта поднена Здесь все точно так же Да, только окошечко идет на центр корабля Вот Посмотрите Такой широкий подоконник И там все видно И напротив каюты тоже С такими же окнами Как бы Вроде ты без окна с видом на море В то же время с окошком А забавно, да? И с таким широким подоконником Детям Маленьким Очень нравится Забавно Да Ну это мы так зашли Показать Что бывают и такие каюты А тогда она все Идентична Нашей Ну привет из нашей каюты Мы обустроились Разложили вещички А теперь как и говорила Немножко Ну буквально совсем чуть-чуть Расскажу Что мы купили Где мы были Ну начнем с лидола Нам нужно было купить Покушать И поэтому мы зашли По быстренькому себе Тут такой фастфуд набрали Взяли такие булочки Круассана с сыром Очень аппетитно выглядят Так, руки у меня продезинфицированы Поэтому Смело могу брать Вот такие вот С коркой Мы их уже брали в Стокгольме Очень вкусные Очень вкусные Сырные Круассаны эти 55 центов штучка Удивились вот этой вещи Это финские фрикадельки мясные Вот смотрите Готовые к употреблению В принципе их можно даже Холодные кушать Микроволновки здесь нету Здесь 360 грамм И стоят они 69 центов Вот представляете Вот такая вот упаковочка 69 центов Вполне реально покушать Ух Двоим человеком вообще Очень даже Йогурты Тоже здесь Недорогая молочная продукция Да, это Особая статья Да, вот я себе Купила такой йогурт Ванильно-грушевый 49 центов Лаура захотела Пудинг шоколадный Кремовый такой Пудинг Молочный шоколад Называется Стоит он Евро Евро 39 Да Ну Очень тяжелый Такой Да Мальчики мои захотели Кремовый йогурт Вот этот Милбоне Опять же мы его берем второй раз В Токгольме мы брали Именно Именно с персиком С кусочками персика Он очень вкусный Ну 2,59 Такой ведерко Да Здесь Здесь килограмм Вот вкуснятина Ох Удивительно Вот это Зеленые оливки Начиненные паприкой Вот эта баночка Стоит евро 49 Здесь 680 грамм Цена хорошая Ну и побаловаться Взяли шоколадки Опять же мы брали их В Столгольме Именно вот эта фирма Да, Финкейр Кэр Или как правильно она называется 69 центов Вкусный Очень Такой Качественный Натуральный шоколад За свои деньги Да А еще Мы зашли в один Second hand Поскольку он был по пути Нашему Просто посмотреть на цены Полюбопытствовать Как он выглядит В принципе Ну не отличается он Как-то от наших Массовых Second hand Единственное там Все как-то по культурне Развешенное И Вони такой нету Лиджей Кстати Много очень В этих Second hand Ну я зашла Посмотрела Приценила Цены Нормальные Средние Скажем так И насмотрела Себе вот такие вот Полусапожки Вот такие Смотрите Они Новые Тут даже еще Наклеечки сохранились И на кассе сказали Что они Да и на кассе сказали Что они Новые Их Примеряли Несколько раз Просто Как бы По улице Их не выгуливали Вот такие вот Здесь есть Старый ценник Вот фирма Примарк Стоили они 19 евро Да Вот даже Подошва видно Какая внутри Нестоптанная Очень удобные Такие Качественные Так А я их купила За Вот чек В общем Заплатила я 5 евро За сапожки эти Соконд хенд Называется Препорте Не знаю Как правильно звучит Но Название Вот Верхней части Такой Интересный Соконд хенд Там И сумочки И шляпки Зонтики Обувь Много Какой-то Ну Такой Раритетной Одежды Сказал бы даже Лаура Буа Нашла Там Ходила в перьях Примерялась Разноцветные Такие Страусиных Перьев Очень дорогие вещи Качественные Хорошие Мне эти сапожки Очень понравились Я хотела светлые И вот так Повезло Не думали Не гадали А купили Вот такие вот У нас сегодня дела Произошли Сходить куда-то в музей Нам не удалось Церковь тоже Не посетили Закрыто Ну Погуляли Практически Но нам сказали Что будет возможность Занять места Не впереди А где-то подальше Немножко Но и в то же время Поучаствовать Посмотреть Насладиться музыкой Ну и используем Здесь наши Купончики Для напитков А сейчас Пройдемся По променаду Посмотрим Какие здесь Магазины Есть Покажем Привет 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 гуляем. Очень мало людей в этот раз тоже, кстати. Как будто бы в Хельсинки побольше было, когда мы отправились. Всякие ресторанчики. Это мы сейчас идем на корму. Там внизу тоже какой-то зал. А это не Гранде Буфет? Это Гранде Буфет, да. Он просто так внизу находится. Здесь какой-то паб. К слову сказать, здесь дико дорогие цены на еду. Просто ужас. За бургер отдать 8 евро, там кошмар. А, хотела, кстати, рассказать одну фишку. Мы когда отправились на Изабельке из Риги, у нас была куплена поездка в одну сторону. Ну и были купоны. Как-то мы заленились пойти в Starlight. А купонов было жалко выкидывать. Ну и мы зашли в кафетерию, которая называется Seaside Cafe. Увидели, что там покупают, продают еду на развес. 100 грамм стоит 2,30, по-моему. Ты берешь все, что хочешь, как на шведском ужине. Накладываешь в тарелочку по себе. И на кассе тебе взвешивают порцию. И конечную сумму выдают в кассе. И выяснилось, что мы эти купоны, которые дают на напитки, можем использовать для оплаты нашего питания. С единственным условием, что должен быть хоть один напиток. Что мы сделали? Мы использовали наши купоны. Очень вкусненько перекусили горяченького. Дети выпили лимонад. И заплатили, доплатили мы из своих наличных денег всего лишь евро 20. Так что на будущее, если кто-то не хочет заседать там в этих в ресторанах, барах, то можно их применить эти купоны для оплаты питания. Какой тут джаз. Ура! Прикольно, мне очень нравится. Прикольно, прикольно. Вот, кстати, я хочу показать, да, цены. Обычный бутерброд 4,50, вегетарианский причем. Или, к примеру, багета с лососем и яйцом 6 евро. Цены здесь жутко, конечно, высокие. Сюда мы зашли и вышли, потому что там тоже цены. Вот там внизу магазин так сверли. Очень большой, кстати, такой, как и на серенаде. В принципе, здесь все идентичное, очень похожее друг на друга. Подарочная вам ботиночка. А мы сейчас в Тарлайт Палас направляемся, будем занимать местечко. Кстати, будет песня Queen. Да, будет музыка Queen. Кстати, там белый уже умер. Фредди Маркури умер, да. Лифт поехал. Ну, вообще, звезда. Ну, звезда. Ну, звезда. Школа. Угу. Субтитры. Школа. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok 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 Были очень счастливы, что нам не надо каким-то способом возвращаться. Еще что страшно, 17-го марта закрываются границы Латвии. Все сообщения, паромные, авиа, железнодорожные, международные, все сообщения перекрываются. Да, Таллинн уже порты закрыл свои. Да, Таллинн закрыл порты. И сегодня утром нам опять же перезвонили из компании Таллинн и сказали, что мы не можем вас пустить как круизных пассажиров, потому что Изабелька сегодня идет только в одну сторону. В итоге нам поменяли бронь и сделали как линейный рейс в одну сторону. Мы ничего не доплачивали, не переплачивали, все осталось в силе по той же цене, по которой мы купили Викторию. И мы успеваем, мы приходим завтра, 16-го, 17-го числа, все. Ну, сегодня мы в Стокгольме погуляем, походим, попрощаемся. Да, потому что это, я так понимаю, на очень долго. Да. Но мы это сделали, мы успели. Ну, на Викторию попадем в следующий раз. У нас такая идея прокатиться на этом корабле. Лаура, ну расскажи, что-то такая у тебя лыба. Да, прям довольная, ты что? Не знаю, просто на Изабельке мы поплывем радостно тоже. Тебе эта Изабелька еще не надоела? Да. Классный кораблик наш, правда. Илюха, вот твое одно слово. Одно слово? Да, хоть скажи хоть от одно слово. И это будет зависеть коэффициент вообще твоего умственного мышления твоего. Толкай. В переводе с латышского. Жирно. Ну да, только вот по тебе как-то не скажешь. Слава богу. У нас такое экстремальное... Вообще позитивно, согласись, получилось. При всех этих неудобствах как-то все равно позитивно, правда? Повезло нам очень. Ну да, в этом плане, да. Да, у нас так... Что все склеилось. Не сообщили, если бы мы приехали сегодня в Стокгольм, а в Сталин вернуться было бы не на чем. Ну да. Ну ничего, ладно. И остались бы в Стокгольме на месяц. Все впереди. Все впереди, да. Пошли в Стокгольм гулять. Пойдем в Стокгольм гулять, да. Пошли. Пойдем. Пойдем в Стокгольм гулять. Стокгольм гулять. Пойдем в Стокгольм гулять. И там мы на метро, у нас в свою привычную ярд. И на кораблик. Да, опять же, воспользовались вот этим приложением. Вот купили билетик. Буквально уже в трамвае немножко замешкались. Зашли в трамвай, поехали. Рядом контролер был. Но она, правда, вот там культурненькая стояла, рядышком ждала, когда я облачу. Кстати, это последний общественный транспорт, который мы игнорировали. Нет, мы еще не ехали на поезде. Как на поезде мы ездили? Мы на электричке ездили. На Пендельтоге ездили. Теперь на дальнее расстояние надо путь. Ага, а теперь на трамвае, теперь на автобусе. Теперь мы на путь. Пальма надо скататься. Очень хорошая, удачная, удачная поездка. На трамвае удобно. Ну вот видите, какая печальная картина. Пустое место, пустая пристань там, где должна была находиться наша Виктория. Наш отмененный круиз. Осталось только Симфони и Изабелька. А завтра Изабельки не будет? А завтра Изабелька уже, да, не пойдет. Порт пустой, людей нету. Как будто все так вот перерубило моментально. В метро возвращались пустота. Три человека было, наверное, на ярдет вообще. Кроме нас, по-моему, никто не вышел. Как-то все это так печально. Апокалипсис, в общем, люди, апокалипсис пришел. Даже в Стокгольме полки пустые. Мы зашли в магазин. И действительно, там где туалетная бумага и консервы, там пустые полки. Ну а мы идем. На Изабелечку. На Изабелечку, да. Последний раз мы с ней пока на данный момент. И будет наши круизы делиться до коронавируса и после коронавируса. Бузо, что это? Как ни крутись, без парфюма не обойтись, да? Да, это напоследок. Да, да, да. После сытного ужина, который мы сейчас не сушили. Ну да, да, да. Причем в количестве, наверное, человек 25, не больше. Вместе с нами? Вместе с нами, да. Да, реально нет людей в ресторанах. Да, слышите. Ну, видишь, это на Изабельке последний рейс перед коронавирусом. Привезет она нас в Ригу и останется ждать окончания коронавируса этого. Во, мы парфюм нюхаем. Да, наслаждаемся жизнью. И не стрессуем. Короче, жизнь прекрасна во всех ее проявлениях. Мы опять влипли в шторм. Причем такой добротный. Еще когда мы ужинали, капитан корабля предупредил, что сегодня после восьми вечера будет ураган, шторм. И его предсказания сбылись. Ну, какие волны. Вот сейчас мы вошли в зону сильных волн. Качает очень, очень. Ну, и видно за окном бурлящую, пенящуюся воду. Периодически омывает стекло иллюминатора. Красиво, стихийно. Изабелька нам такой подарок. Любителям штормов подарила напоследок перед покрытием сезона. Как Изабель, так нам вот такие подарки она преподносит. Ой, красота. О. Так что мы покачаемся сегодня на волнах. Угу. Ну, по прогнозу ветрового волнения мы смотрели, будут четырех с половиной, пятиметровые волны. Как раз ночь, середина ночи, ближе к утру. Поэтому всю ночь нас будет так вот качать. О, как приятно. Покачай. Сейчас будет. Ой, как высоко. Ого. Коробль высоко, высоко. О, какие волны. Тот уже давно глядит. Вот. Точно слушай. Ой, облеветнущих будет много. Ого, слабо это. Посмотри, я как птичка летаю. На самом деле на камеру понять, насколько мощная качка нельзя. Ну, конечно, она не придаст. Я надо почувствовать. Только тогда поймешь. А чувствуешь себя как будто ты на американских горках. Ну, не совсем. А я иногда себя и птичка летаю. Ладно, пошли спать. Если будем живы завтра, продолжим свой базар. Чисто базар. Все. Спокойной ночи всем. Доброе утро. Вот мы и у берегов Рижского порта. Мы прибыли. Видим нашу прекрасную романтику, которая ожидает свою коллегу Изабельку. Мы вернулись сегодня, 16 марта, последним рейсом из Стокгольма на Изабель. В связи с чрезвычайной ситуацией в Латвии, как и по всему миру, в принципе, по законам нашего государства, которое было принято в связи с коронавирусом, мы обязаны быть на карантине в течение двух недель. Поэтому мы прощаемся с вами. Всем здоровья и удачи!